Музыка Я нашла такую статистику в интернете о самых толстых штатах в Америке. На первом месте стоит штат Арканзас. 35,9% людей страдают ожирением. Из них 41,7% взрослых и 20% детей. Огромная сумма. Огромное количество. Второй – Западная Вирджиния. 35,7%. В этом штате самая высокая заболеваемость диабетом. 14,1%. Миссисипи – 35,5% ожирения. Этот штат самый неактивный из всех штатов США. Следующий идет Луизиана. 34,9% ожирения. В штате с каждым годом увеличивается количество больных раком в связи с ожирением. Алабама – 33,5% ожирения. 43,3% жителей страдают гипертонией. Алабама – на втором месте после Западной Вирджинии. Оклахома – 33%. Будем надеяться, что Оклахома скоро похудеет в связи с многочисленными социальными программами, продвигающимися в этом штате. Индиана – 32,7%. Этот штат тоже частенько попадает в список самых нездоровых штатов. Огайо – 32,6%. Причем детское ожирение – 17,4% всех детей до 17 лет. Северная Дакота – 32,2% ожирения. Южная Каролина – 32,1%. Детское ожирение. Вдумайтесь в эту цифру. 21,5%. Существует несколько штатов с самым большим количеством Макдональдсов. В Калифорнии – 1492 Макдональдса. Техас – 1225. Флорида – 986. Ахайя – 822. Нью-Йорк – 767. Иллинойс – 738. Мичиган – 631. Пенсильвания – 583. Джорджия – 511. Северная Каролина – 475 Макдональдсов на весь штат. Теперь давайте посмотрим на наших сладкоежек или сладковыпиваевок, или как их сказать, те, которые очень любят пить сладкие напитки. США выпивает примерно 154 литра газировки на человека в год, 13 литров в месяц или пол-литровую баночку в день. Это если каждый человек. Но а в жизни 48% всех жителей пьют газировку каждый день. Многие не пьют газировку не потому, что у них нет денег, а потому, что уже поздно. У них сахарный диабет. И одно время мой муж тоже очень сильно увлекался этой газировкой – пипси-кола, кола, спрайт и так далее. Ну, я ему, естественно, это покупала, потому что он просил. Он работал на жаре, и ему нужно было что-то пить. И я ему покупала до поры до времени, пока у него не случилась сильная изжога. Это первое. А второе – в одно лето он сломал одну ногу, и второе лето он сломал вторую ногу. И мы сделали некоторые поиски в интернете и выявили то, что газировка очень сильно разрушает кости, зубы. И мы приняли такое решение – все больше никакой газировки. И сейчас мы эту газировку не пьем. Очень-очень редко ее покупаем, так чисто побаловаться. Но стараемся ее не покупать ни нам, ни нашим детям. Итак, штаты, выпивающие самое большое количество сладких газированных напитков. Миссисипи – 47,5% населения. Луизиана – 45,5%. Западная Вирджиния – 45,2%. Оклахома – 44,6%. Кентукки – 43,2%. Южная Каролина – 42,1%. Северная Каролина – 41,5%. Индиана – 36,2%. Ахайя – 32,8%. Айова – 31,5%. Как видно из того, что я перечислила о Макдональдсах, да, об ожирениях и о газированных напитках, то список, то самых толстых штатов и список любителей сладких напитков практически повторяется. Так что, друзья, какой вывод? Нужно меньше пить газировки. Американцы очень любят пить всякую соду. Если в магазин вас уже ожидают вот такие томаты, предлагают вам пить любую соду на любой вкус. Если вы зайдете на ряды, где продаются газированные напитки, пепси, кола и так далее, то тоже огромные ряды. И выпиваются тоже в огромном количестве. Знаете, что интересно? В одной статье я прочитала, что в среднем каждый американец в день употребляет 2638 килокалорий, а средняя американка – 1785 килокалорий. И значительная сумма, да, это, естественно, чтобы поправиться, то достаточно съесть 1785 килокалорий нам, женщинам. Это кусочек сладенького, какая-то конфетка, что-то такое жирненькое, как мы любим. Ну, я люблю, по крайней мере. Но мне тоже пришлось взяться за себя. У меня тоже были уже проблемы с весом, и доктор сказала, что у меня уже начинаются проблемы с сахаром, уже ближе к завышению, и я решила тоже взяться за себя. Не хочется, знаете, быть молодой и страдать с сахарным диабетом. Некоторые американцы оправдывают себя тем, что у них зарплата не позволяет правильно и хорошо питаться, выгоднее купить что-то, какие-то полуфабрикаты, которые дешевле, тем более, если они на распродаже, чем какое-то хорошее качественное мясо. Некоторые оправдывают себя тем, что у них график нестабильный, то ночные смены, то дневные смены, то они где-то в дороге находятся, то они целый день работают и некогда перекусить, а потом уже вечером наедаются. Некоторые говорят, что у них стресс, депрессия, проблемы. Но извините меня, давайте на чистоту. Мы и на родине, когда жили, мы как иммигранты жили, когда на родине, тоже свои стрессы были, свои графики неуравновешенные, низкие зарплаты. Но, однако, мы старались как-то держать себя в руках, но там был один плюс. Вы знаете, я вам честно скажу, мы там больше двигались. Я, например, когда приезжаю в Казахстан к родителям в гости, я могу кушать там очень много, очень много сладкого я там кушаю, мы можем пить чай в 12 часов ночи, но я там никогда не поправлялась. Вот за тот месяц, что я нахожусь в гостях, стоило мне приехать сюда домой в Америку, всё, ребята, начинались у меня проблемы с весом. Я чувствовала, что я опять начинаю поправляться, опять я начинаю прибавлять то там, то сям, и снова приходилось себя удерживать. Поэтому, друзья, больше двигайтесь, питайтесь правильно, пейте больше водички, питайтесь здоровой пищей, кормите здоровой пищей ваших детей и не будьте похожими на толстых американцев. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с радостью отвечу на ваши вопросы, если вы хотите посмотреть ещё какие-то интересные видео об Америке, если мне это будет доступно, я обязательно с вами поделюсь, потому что мне самой это стало интересно делиться с вами такими сведениями, вникать в эту жизнь. И, ну, пока я с вами буду прощаться, если я что-то ещё захочу дописать, я это сделаю. Спасибо.